всем привет дубнинская 52 снова с вами по-быстрому вам сейчас покажем что у нас сегодня есть в работе интересного что не очень ну в общем у нас каждый день что-то новое здесь у нас 2 и 4 4 к и капремонт двигателя тоже всем известный удивительный автомобиль никогда не не заканчивается мне кажется их просто какое количество не знаю завод выпустил каждые не каждую неделю приезжают на протяжении уже многих лет бензиновый двухлитровый g4 на капремонт задиры g4 на кстати сергей палыч его собрал смотри номер какой красивый круто здесь у нас капитал как и лизовка ремонт ходовой ремонт муфты haldex сход развал все планово все сделали до обкатывается стоит ждет владелец еще не звонили 220 260 вопрос по двигателю в данном случае дороже так как здесь еще полный привод ходовая средний бензиновый двухлитровый двигатель 220 260 2 и 2 дизель ремонт коробки гидротрансформатор в ремонте ремонтируется там прям плохо все развалилось может быть с михаилом заснимите видос есть что посмотреть это дизельный и 40 здесь у нас согласован ремонт ходовой части сейчас можем вам даже небольшой перечень работ показать здесь распечатка есть михаил пробег пробег у нас здесь пробег 175 тысяч километров задние тяги схождения сайлентблоки подпружинных рычагов сайлентблоки кулака передние и нижние рычаги они здесь кстати слова алюминиевые шаровые меняются по причине износа шаровых люфт меняются в сборе рычаги мероприятия не дешевые но тем не менее на 200 тысяч километров пробега хватает вполне себе можно позволить ну в общем-то до 15 вот выпуска и 9 лет я думаю за 9 лет можно осилить ремонт ходовой 2 и 2 дизель тоже ремонт коробки и приехал только на 3 передачи в аварийном режиме разобрали тоже там лучше с михаилом эти моменты обсудить здесь смотреть немножко такой франкенштейн как будто какой-то мешок полиэтилен здесь на самом деле ремонт головки блока цилиндров приехал владелец не работает отопитель точнее работает но не так как хотелось бы сделали диагностику воздушица системы охлаждения соответственно проблема прокладки головки блока цилиндров сняли гбц прокладка пробита гбц в токарке в принципе сегодня нам обещали ее отдать владелица пока решил убить скажем так двух зайцев забрал бампер капот на окрас ли все равно машина стоит можно я сниму ваш автомобиль пожалуйста это optima у нас 2 и 4 g4 kj пробег 250 тысяч километров пробега капремонт двигателя был расход масла устранили загилизовали поршневую новую поставили на это чуть-чуть последний сезон девушка на соли приехала на диагностику сейчас мы узнаем только оформляется в работу это то что у нас на улице что-то готовое что-то в очереди по-быстрому пройдем по списку покажем вам здесь по цеху точнее олег делает 2 и 2 дизель d4 hb двигатель был перегрев была проблема с головкой блока цилиндров в принципе в процессе сборки видите уже там на финальной прямой осталось чуть собрать и будем отдавать дмитрий вашему вниманию александр александр бросает курить он такие лишь полуэлектронные сигареты курит чипа-чипсов здесь димон у нас тормоза меняет перед зад сарата там прям в ноль закончились здесь николай обслуживает солярис замена там катафото в бампере только по мелочи плановое то тяги наконечники масло фильтра вот этот тоже удивительный автомобиль прибыл просто посмотри как люди отродительно делают какие-то залезли то люди посреди защита вся в масле масло ручьем льется видно что не так давно менялись цепи герметик посмотри пальцем мазали ну и так должно быть это для того чтобы расклеивать их то есть там какой-нибудь отвертку вставляешь разжимаешь но это когда уже видишь не кажется на разбиться 3 вот я потому что она идет кружка на то что они расковыряли да ну посмотри тут клапанная крышка сломана герметиком замазанным просто дичь а здесь масло чем льется на смотри весь ремень в масле есть блестит на просто кто-то делает такие работы самое страшное что кто-то еще и это платить за такие работы такого качества автомобиль приехал течь масло не запускается запускается с десятого раза с подкачки но тут блин подход так себе видишь подогрев топливного фильтра должен быть здесь всего нет тебя видимо там разъем расплавился вместо того чтобы решить проблему с подогревом заменить разъем его просто решили убрать подогрев нет подогрева нет проблем все в диступле все льется запускается на просто просто ужас не знаю не люблю когда так ремонтируют автомобили такой подход это лучше ничего не делать чем делать вот так здесь у нас 2 и 7 santa fe старый добрый самый крутой двигатель дмитрий уже в процессе сборки что было что было комплект грм замена регулировка толкателей клапанов здесь установлено газобаллонное оборудование седла клапанов чуть сгорели зазор стал меньше были пропуски хаотичным по всем цилиндрам клапана не закрывали соответственно и двигатель троил мы не то что прям троил и хреново работал периодически проявлялись пропуски клапана отрегулировали буквально процесс недолгий мы сами думали будет дольше но в принципе запчасти на эти автомобили еще есть толкатели заказали нужного размера собрали сейчас сегодня завтра будем запускать проверять здесь у нас кстати это довольно таки хорошем состоянии 145 сил 2005 год это sorento bl кузов равный легендарный даже еще не гнилая приехала на его кадре причем с нижнего наукрата владелец сам занимался заменой гбц сделано все довольно таки неплохо были моменты было на клапанной крышке течь топлива это первое что на что он обратил внимание он думал это антифриз и что на проблема с головкой блока цилиндров на самом деле нет просто нужно было снять форсунки протянуть что цера проверили заодно форсунки на стенде заменили шайбы под форсунками собрали все в обратном порядке запускается работает ровно был установлен датчик температуры охлаждающей жидкости новый но показывал какую-то хрень соответственно обороты от этого он завышал потому что думал что он в прогревочных оборотах прогревочной температуре работает заменили датчик ошибка ушла обороты выровнялись сейчас александр потопленного момента вы решает вопрос там у нас чисто регулятора давления на тнвд который установлен да и все будем отдавать владелец ждет звонка чтобы взять билеты на что там ласточка с нижнего быстрее всего приезжает белорусский санта-фе мы его уже ремонтировали здесь вопрос приехал после ремонта периодически дымится у нас дизель до 2 и 2 до 4 и бы это старый дизель такой из первых он довольно таки капризные но в принципе все ремонтоприкодность здесь у нас по диагностике выявлено следующая датчик массового расхода воздуха который установлен на корпусе все воздушного фильтра показывает заниженные значения соответственно приемность автомобиля не в полном объеме проявляется заменим датчик поедем на тест-драйв здесь костян у нас новую саната обслуживает масло фильтра что там масло в коробке масло в двигателе в сургуте по данному автомобилю сказать что требуется ремонт коробки где-то какое-то запотевание сними сверху между корпусом страшное увидел течет действительно есть запотевание сверху на видимо запотевание или течь теоретически можно ничего не делать не лезть эксплуатировать дальше вот собственно мы вам все показали все рассказали последняя тачка на сегодня олег занимается ремонтом ходовой замена датчика в компрессоре кондиционера заправкой кондера замена сайлентблока редуктора да в общем то и все все спасибо за внимание уделили нам время мы вам будем вам вещать что-нибудь интересное что он к нам будет приезжать всем пока а